На войне все средства хороши. Вчера Ленинка, а сегодня место проведения единого дня вакцинации. За моей спиной раскинулся почти на тысячи квадратах самый большой прививочный пункт в регионе за всю историю пандемии. Больше охват и меньше рисков. Здесь работают более 20 бригад медиков из разных больниц Самары. Кто вы и из какого района не имеет значения. Главное иметь при себе паспорт и пройдя осмотр врача получить прививку. Полное расстеление потоков происходит. Люди сами чувствуют себя уверенно и надежно в том, что они не пересекутся ни с какими вирусными агентами. Очень много положительных отзывов даже во время осмотра люди выражают. Поэтому замечательная идея именно выездных таких пунктов. И плюс ко всему поликлиники тоже разгружаются. Впервые испытали областную библиотеку на проспекте Ленина в качестве масштабного прививочного пункта ровно 21 день назад. А сегодня, спустя три рекомендованные недели, тут же можно завершить иммунизацию вторым компонентом. Из представленных препаратов «Спутник Ви» и «Эпивак Корона». «Сегодня вы себя хорошо чувствуете?» «Абсолютно». Уже повторную вакцинацию в просторном зале книгохранилища решил пройти и шеф-редактор сайта «Самары ГИС» Александр Кочетов. Впечатления от первого и второго единых дней вакцинации самые положительные. Ну, про акцию я узнал, естественно, из новостей. Почему решил прийти? Потому что все-таки здесь достаточно большое пространство. Сразу много бригад врачей. То есть все очень быстро. Нет никаких очередей. То есть буквально пришел, все заполнил, укололся и ушел. Мы стремимся к достижению 80-процентного охвата, но не хотим на этом останавливаться. То есть чем больше, тем лучше. Ведь проблема в том, что нужно не просто достичь какой-то формальной цифры. Нужно достаточно быстро вакцинироваться, ну, чтобы не угасал иммунитет у ранее привитых. Поэтому вот сегодня мы проводим второй день, ну, фактически третий, потому что было два дня, в областной библиотеке. И с завтрашнего дня начинаем пока месячный марафон до конца года в медицинском колледже Ляпиной. Уже 24 ноября в среду в колледже имени Нины Ляпиной открывается еще один прививочный пункт. Он будет работать ежедневно с 9 до 20. Напомним, сегодня в регионе работают 173 стационарных прививочных кабинета при больницах. 10 из них круглосуточно. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков. События.